здравствуйте друзья мы двигаемся сейчас погулять по даунтаун сан-франциско у нас наши гости сегодняшние были уже на канале ну давайте пару слов вы представляетесь так мило так андрей и анечка она сколько анечки 9 будет этим летом то есть восемь с половиной лет ходит во второй класс в третий как суши это сколько она уже в школе у вас получается октября месяца с октября месяца . а ты по-английски освоилась в школе и раньше вообще ничего не знала а как же и что и вот а теперь получается там все разговаривают она понимает но она вам помогает ну да она поправляет частенько в произношении ты сможешь не может у нее идет сразу так и вы из какого города где вы жили там в алматы в алматы окей то есть у вас станет понял последним хорошо пошли гулять по городу как это часто бывает друзьям выходной день и тут в городе что-то типа такой ярмарочки вот тут перекрыта дорога чтобы машины не ездили какие то я не знаю больше проспектики чем товары что-то такое я бы сказал информационная так а вот там музей находится там находится городской музей и вот возле него это все пойдем ярмарку смотреть пошли пошли Народ с широкой такой политической аджендой против всего протестуют. А что-то, наверное, поддерживают. Вот тут флажок, это они, наверное, поддерживают. Значит, там нефтепроводу они недовольны, требуют, чтобы студентам отменили, значит, долги по учебе. В общем, такие вот мирно протестующие граждане. Движемся вдоль ярмарки, которую так радостно представляли нам политические граждане. Так, вот тут какая-то еще хохмочка назревает. Такая девочка хорошая. А вот тут люди смотрят камушки, минералы. А это, друзья, магазин. Вот эта сеть магазинов носит имя создателя этой сети Джека О'Нила, который, он же создатель этих костюмов для серферов. Это магазин для серферов. Все для серферов. А Санта-Круз у нас, можно сказать, мировая, ну, одна из мировых столиц серфинга. Я вам, друзья, не сказал, мне показалось это так очевидно вроде, но действительно, сегодня у нас Валентайн Дэй. То есть День Святого Валентина, соответственно, и пока мы доехали сюда с утречка, пробочка такая была. И народу сегодня, может быть, побольше, так они стремятся в такие места прикольные. Вот тут. Я возьму пальцы, но я тоже. Так что, какой причин, что ты дает людям лавандр? Ну, все это лавандр было в деревне, в том, что домашняя сеть в домашней сети. И потом, в этой стадии, у нас есть подарок. О, хорошо. Да, абсолютно. В подарок, все продано в магазинах. Так что ты работаешь на знаменитом? Я продумываю, да, домашней сети в домашней сети. Делаю людям знать о том. Нам, друзья, раздали лаванду. Она сушеная, что ли? Пахнет, пахнет. Пахнет, пахнет. Изумительно, да. Вы дали тоже, да? Да, мне тоже дали кусочек лаванды. Я чувствую, как будто мылом натерся. Так. Так, держите. А вот тут продают картинки. Это фотографии. Вау. Обувной магазинчик. Тут деточки проходят. Обувной магазинчик. И вот здесь такой рэк. И на нем за... Говорят, все, что на рэке, говорят, все за 39 долларов. Давайте смотреть. Ой, пахнет кожей как... Хорошо, я тут у двери стою. Очень приятный запах. Вот это, друзья, все за 39 долларов. Уж даже не знаю, много или мало. Наверное, мало, так, по задумке тех, кто поставил. Так. А тут еще, пожалуйста. Тут еще. Вот то, что слева. По 24 доллара. По 25. Такое, как бы, зимненькое. И вот тут сапоги. А это по 40. Вот то, что справа. Это по 40. А вот тут... Ой. Вот эти там... Ну, вы видите, может быть, за 10, за 20. Там вот такие. Что скажешь? Ярмарка? Да. Вот, друзья, за десятку. Но это принты. Это не оригинальное. Вот эти принты по десятке. А там дальше, вот, действительно, как-то, что-то такое сатанинское, я бы сказал. Апокалипсис. Пост. Пост. Ну, да. Тут такие странные картинки. Интересно. Если кто-то, насмотревшись на страшный постапокалипсис, захочет кофейку, вот тут же можно, тут же, не отходя от кассы. Вот человек веселый, деткам делает шарики. А давай мне девочки закажем, а я тебе сниму, как-то закажем. Вот наши гости рассматривают, видимо, возможности изготовления шариков для Анечки. У этого аттракциона, друзья, очень коварная ценовая политика. Он говорит, я цены не назначаю, я работаю, так сказать, от благодарности. Ну, вот дети, которые были, один отошел, второй остался. Дети стоят с одним долларом, им мама дала по доллару. Вот они подходят и берут за доллар. Вот мама пришла к ребеночку. Аня заказала собачку. Вот, сейчас будет собачка. Вот, нам позируют. Окей, 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 now I took picture with the other one. Окей. Окей. Да. Понимаете, все-таки, надо сказать, что высокоинтеллектуальные развлечения привлекают меньше народу, чем просто там побибикать или полаять. Вот. В общем, массовое искусство, оно только на дотации может. То есть, наоборот. Высокоинтеллектуальное искусство может только на дотации. А массовое может выживать. Конечно. Я подумал, что это мой паспорт. Кудби. Кудби. Я говорю, Френз, он Френз, Френз, и начинает скипаться. Да, с какого места он это делает? Откуда ты это сказал? Он еще тут подпевает. Гудит. Да. Мила, мила. Мила, мила. Мила. Вот стоит человек. И такую тележку украсил картинками. Тут вот на асфальте. Мне кажется, что это на доске выжжено. Так. Это из проволочки. Какие-то деревца. Мне, друзья, нравится название магазина. Оно вдохновляет. Forever 21. Я думаю, что многие из нас должны взять на вооружение. Я видел как-то... Вот ведь информация по городу тут. Можно получить справки. Я видел как-то маечку. Мне очень понравилось. На ней было написано... I am 18 years old with 22 years of experience. То есть мне 18 лет с 22 года опыта в этом. Так что вот давайте будем 18, 21, forever. Название мне понравилось. Кафешечки. Дел-Марет. Да так, Дел-Мара. Мы там привыкли. Дел-Мар. А тут Дел-Марет. Хорошо. А чем кормят в Дел-Маретте? Ну давайте посмотрим. Может быть вы и не захотите потом сюда приходить. Ну в общем, вот все видели. Пошли мы по улице, никого не трогали. Тут пицца. И вот прям так вот продают. Смотрите какие. Здоровенные. Это довольно здоровенные пиццы. Вот я хотел вам показать. Заменили штуку. Вот эта здоровенная штука, треугольник, стоит 2 доллара. А если хочешь еще к этому напиток, то еще доллар будет. Мы теперь, друзья, в другом магазине оказались. Тут лампы продают. Как бы меня за эту музыку Ютюб не наказал. Здесь вот говорят, что привезут вам домой прямо с фермы продукты. Вот такая коробка приходит. И ты платишь каждый раз, допустим, раз в месяц какую-то сумму. А дальше тебе доставляют, чего сейчас актуально в это время. Это такой популярный сервис. Вот вы можете пойти посмотреть на их веб-сайт. Вот они. Farm Fresh to your... Я вновь вижу бедочко. Farm Fresh to you. Вот они заставляют. Вот они, друзья, гримасы капитализма. За 20 баксов. Такие вот шузы. Что творят? И главное дело, что очереди нет. То это за 30. Очереди нет. Никто не спешит приобрести. Так, идут мимо. Как будто нет такого замечательного предложения. Вот тут вообще за 10, за 14. Да. Аминь. 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 Аллах.